Есть у нас такое обращение от жителей Черниговского 10, до которого у нас никак не доходили руки И сегодня мы поедем, начнем его продвигать Здесь инициативная группа просит реализовать пандус для комфортного, безопасного выезда человека, передвигающегося на коляске из своего жилого дома Поехали Вот то место 10 дома, где нам необходимо дать схему пандуса, а потом и сделать его Это вход в подвал, а здесь заложен вход проходного подъезда Принципиально все это будет выглядеть так Здесь пробиваем проем, ставим дверь и практически ровно в створ этой двери выносим сюда пандус Насколько далеко он будет выходить сюда, нам уже покажут чертежи, исходя из нормированного угла и высоты вот этих двух ступеней, которые там сейчас по факту существуют Сейчас мы все это обмерим, чтобы были какие-то исходники для проектирования эскиза самого пандуса Вот так выглядит примерно эскиз обмеров Теперь я прихожу, вычерчиваю это все в масштабе и начинаем уже само такое эскизное проектирование Открываем ДБН и вычерчиваем Коль уж здесь будет пандус, то заодно придется починить и вот эту плиту перекрытия Сквозь бетон капает, уже такие сталактиты образовались На козырьке сверху стоит вода, прямо в том месте, где она капает Судя по всему, стоит здесь она постоянно, очень давно Надо просто найти сливные отверстия, если они здесь есть, и прочистить их Вот сбоку есть такие трубки, еще одна трубка сливная Здесь же нам предусмотрительно кто-то босоножек оставил И можно чуть-чуть подрыть Если прочистить туда отверстие, то в принципе вода будет стекать По крайней мере, пока она будет стоять здесь Судя по всему, и над второй трубкой тоже Но возможно придется сделать какую-то разуклонку отсюда Туда к парапету, чтобы она не собиралась там, а вот здесь была самая низкая отметка В общем, как это часто бывает, решение проблемы элементарное Просто прочистить два этих отверстия Вот так выглядит внутри, но здесь сразу начинаются проблемы Во-первых, здесь крутой спуск из ступеней Здесь надо будет что-то нам тоже придумывать Естественно, я уже вижу, что в норму мы не войдем Эта проблема, мы ее должны будем как-то решить Вторая проблема в том, что, как и во многих подъездах То пространство занял кто-то своими солеными огурцами И лыжами Будем находить хозяина сейчас, чтобы он открыл И освободил Это все-таки место общего пользования Как оказалось, люди, которые кладовку эту оборудовали Продали квартиру и уехали Но новые хозяева той квартиры не могут открыть Потому что внутри сломанный ключ Теперь просто придется выбивать двери Чтобы хотя бы посмотреть, как там все внутри Мы тут со Светой отвернулись Повернулись, а двери нечаянно сами как-то взломались, открылись Повезло, хоть посмотрим, что внутри Внутри хорошо, что никаких ступеней нет Ровная площадка Получается, вот туда будем пробивать проем Но основная сложность именно вот в этом марше Здесь очень крутой спуск И мы сейчас поговорили с супругой того человека Который будет пользоваться этим пандусом Она говорит, что процедура такая Они с супругом на коляске выходят из лифта Здесь по пандусу Второму получается уже пандусу Если считать первой на улице Он будет съезжать сюда Она будет ему помогать То есть, скорее всего Мы половину марша займем пандусом А вторую часть оставим в виде ступеней По которым будет идти супруг Из-за того, что уклон очень резкий Мы этот пандус выведем максимально туда далеко Прямо примерно по дверное полотно Так, чтобы сам угол был более пологий И супруга могла нормально держать коляску А не бежать за ней Дальше в то пространство должна поместиться коляска Уже на горизонтальном участке И открыть дверь наружу И выехать уже на улицу Мы обмерили и внутрянку эту всю Поэтому проект будет состоять из двух эскизов Один будет касаться внутреннего пандуса Другой будет касаться внешнего Дальше начинается уже именно графическая часть работы Это мои обмеры И по ним я вычерчиваю под основу На которой буду работать в масштабе Это план Это разрез Все, что я не успел обмерить Забыл или не помню по памяти Я уже смотрю на фотографиях Или на видео, которые я отснял по месту Вот так выглядит результат всей нашей архитектурной работы Это эскизный проект Пандус не требует такого полноценного проекта Поэтому, в принципе, по этому эскизному Уже можно будет реализовать его Собственно, вот и все Это и есть результат нашей архитектурной части И мы его выполнили Дальше весь наш эскизный проект В составе предписания Отправляется к ПЖКЦ Как было содержателем этого дома Прилагаем фотографии И прилагаем сам эскизный проект Он здесь в черно-белом виде Мы бедный одел У нас нет цветного принтера Поэтому дублируем это все на электронную почту Все, а дальше ЖКЦ Уже готовит сметную документацию Ищет подрядчика И начинается самое сложное Реализация проекта Самое простое на бумаге мы уже сделали Продолжение следует...